мультиинструментальный талант брайана джонса он мог взять любой инструмент поколдовать с ним немного и потом сыграть что-то волнующее профессия мультиинструменталист композитор музыкальный продюсер менеджер организатор инструменты гитара губная гармоника клавишные дульце мер труба вокал бас-гитара тромбон мелатрон ситар тамбура блок флейта саксофон перкуссия арфа маримба слайд-гитара валтор ногобой банджи кларнет мандолина акустическая гитара ксилофон флейта аккордеон виолончель термин бокс жанры рок рок-н-ролл блюз-рок психоделический рок ритм блюз-джаз кантри этническая музыка воспитанный на классической музыке брайан проявлял интерес к блюзу в особенности к таким исполнителям как мадди уатерс и роберт джонсон позже увлекся кантри джазом и рок-н-роллом он продолжил жить беспечной жизнью начав играть в местных блюзовых и джазовых клубах и тратя все заработанные на случайных работах деньги на новые инструменты в конечном итоге джонс окончательно покинул родной город и отправился в лондон где познакомился с такими музыкантами как алексис корнер будущим солистом мэнфред мэн полом джонсом будущим басистом команды крим джеком блюзом и прочими представителями небольшой лондонской ритм-энд-блюзовой тусовки которую впоследствии возглавили за и роулинг-стоунс он становился профессиональным блюзменом некоторое время шутя именовал себя элмо льюис абилу айман утверждал что джонс был первым британским слайд-гитаристом когда коллектив роулинг-стоунс был сформирован то большую часть времени джонс и ричардс проводили за игрой на гитарах и прослушиванием блюзовых записей в основном джимми рида мадди уотерса и хаулина вульфа также джонс давал уроки игры на губной гармошке для джаггера чарли уотс позже описывал это время брайан был чрезвычайно увлечен музыкой в начале хит и я смотрели на него как на придурка для него это было как миссия выйти на сцену клуба за половину гонорара чтобы быть объявленным как блюз-бэнд в то время как джаггер был солистом джонс был реальным лидером группы н организовал по промоушн устраивал концерты и договаривался с хозяевами помещений а кроме того пел и играл на многих музыкальных инструментах на протяжении всей своей карьеры брайан джонс основываясь на своем умении игры на фортепиано и клармете показывал выдающиеся музыкальные способности легко играя на множестве других инструментов когда позже у the rolling stones появилась финансовая возможность записываться на профессиональных хорошо оборудованных студиях грамм записи таких как у олимпик стюдио арсия и sunset sound record с лос-анджелесе музыкант находясь под влиянием альбома 1965 года pet sounds группы the beach boys и экспериментами the beatles области индийской музыки в основном игрой джорджи харрисона на ситаре и тамбурине попытался внести в музыку новые духовые и струнные инструменты играя с более повышенным темпом в группе брайан джонс играл на струнных гитара ситар клавишных орган мелатрон духовых флейта губная гармоника и некоторых других инструментах таких как тамбурин ксилофон и маримба игра брайана внесла значительный вклад в развитие рок-музыки от блюза до психоделечесохва ритм энд блюза джонс был первым британским слайд-гитаристом его партии на слайд-гитаре можно услышать в айвона be your man little red russo no expectations тамбурине стрит-файтинг мэн маринга вандер май там флейте врубить юзды дольце и мире лэйди джейн и ай-эм бейтинг мелатроник в 2000 light years from home и вилла фью губной гармошки you got the silver вообще основные партии губной гармошки в записях the rolling stones в шестидесятых сделаны брайаном джонсон брайан один из первых не считая китамуна кто сформировал типичный образ рок-звезды на ранних этапах творчества группы особенно в 1962 1964 годах он также зачастую выступал как бэк-вокалист например песнях айвона be your man и волкин задор грубоватый вокал джонса можно также услышать в песнях камон бай бай джонни money empty heart последняя параллельно вокалом джаггера и ричардса брайан джонс и кит ричардс смогли достичь особой манеры игры гитарного переплетения что впоследствии стало фирменным звуком the rolling stones он заключается в том что оба гитариста одновременно играли или ритм партии или соло не делая различия между этими двумя стилями игр этот стиль игры также известен как чикагский его можно услышать на альбомах джимми рида мадди уотерса и холлен вул хит ричардс вспоминал впоследствии о том что их с джонсон гитарное переплетение возникло в результате прослушивания альбомов джимми рида мы слушали записи и пытались воспроизвести их пытаясь заставить звучать две гитары как будто бы их четыре или пять брайан джонс и кит ричардс взяли лучшие из прослушанных ими альбомов чикагского блюза пятидесятых и развили его лучшие примеры можно услышать на первом альбоме команды the rolling stones и альбоме 1965 года out of our heads мульти инструментальный музыкальный талант брайана джонса раскрылся начиная с альбома 1966 года автомас и проявился на последовавших between the buttons is there satanic my stice request в июне 1967 года брайан джонс вместе с очередной подружкой нико посетил мантерейский рок-фестиваль там он встретился с такими музыкантами и актерами как фрэнк запа и денис хоппер а также представил на сцене за джимми хендрикс experience коллектив в то время практически неизвестной в америке один из обзоров того мероприятия назвал джонса неофициальным королем фестиваля в 1966 году джонс продюсировал и сыграл в немецком авангардном фильме мортун тотчак также известный как эйди гривов murder кроме того музыкант записал саундтрек к этой кинокартине пригласив к работе различных музыкантов в том числе и гитариста джимми пейджа в начале 1968 года джонс сыграл партию перкуссии в не опубликованной версии песни боба дилана овэ лонг за его чтауэр в исполнении джимми хендрикса провел еще несколько джемов с ним а после с дэйвом и саном и группой трэффи кроме того он исполнил партию на саксофоне в песне the beatles you know my name look up the number а также принял участие в записи песни yellow submarine где создавал звук разбитого стекла страсть джонса к экзотическим музыкальным инструментом служила дополнением к игре кита ричардса джонс позже брайана можно так сказать засосала психоделище к эра лсд барбитурат и алкоголь он стал редко появляться на студии проблемы брайана с правосудием его отчуждение от коллектива злоупотребление алкоголем и наркотиками периодичность творчества и перемены настроения в скором времени стали отягощать группу а если и приходил то не оставлял после себя достойного музыкального материала или его гитару просто отключали оставляя гитарные партии только за ричардсом согласно словам гарри хермана джонс в погибельное для него время был практически не способен к музицированию когда он попробовал сыграть на губной гармошке то не смог правильно устроить ее во рту а иногда он полчаса вставлял мундштук саксофон или мог попросту заснуть в разгаре репетиции биллу айман высказывался о том что джонс был потрясающе одаренным музыкантом но не автором песен разногласия между джаггером ричардсом и джонсом стали резче проявляться из-за пристрастия последнего к наркотикам и алкоголю не способствовали улучшению отношений его вклад в музыку группы становился все менее весомым и джон задумался о создании отдельного проекта хит ричардс стал играть больше сольных партий а если джонсу и наскучивал какой-нибудь инструмент он всегда находил что-нибудь новое экзотическое но тем не менее стал все чаще пропускать сессии уход джонса из группы начал назревать в 1967 году и стал неизбежен в мае 1968 когда джонс записал свои последние партии для группы кадры с музыкантом в промоленте 1968 года вела фью показывают его настолько уставшим что зачастую джонсу было тяжело держать глаза открытыми это похоже на воздействие мандракса во лады популярного в то время наркотика джонс постепенно прекратил отношения с многими музыкантами и за пределами тусовки the rolling stones джимом морисоном бабом диланом джоном ленноном джимми хендриксом джорджем харрисоном и стивом мариатон последние сессии джонса с группой происходили весной и летом 1968 года когда the rolling stones записывали свои классические джампинг-джек флэш и альбом begas banquet джонса можно увидеть в фильме жанна люка гадара ван плац ван там он играет на гитаре но не принимает основного участия в процессе записи фильм рассказывает о записи песни sympathy for the devil и несмотря на то что джонс показан играющим на акустической гитаре его партия не вошла в финальную версию в это время стало очевидно что пути группы и браина джонса разошлись несмотря на то что он сохранил свой мультиинструментальный музыкальный талант на альбоме он играет всего в половине песен акустическая слайд-гитара в ноу-экспектейшнс губная гармошка в диодоктор и продигал сан тамбурин street fighting man и мелатрон стрейка бьюз последнее появление джонса в составе the rolling stones произошло в декабре 1968 года шоу the rolling stones rock and roll circus мероприятие полуконцы йорк полу цирк было организовано для съемок нового фильма про музыкантов но картина была выпущена лишь 25 лет спустя так как нет джаггер был недоволен выступлением собственной группы на фоне остальных принимавших участие исполнителей джетра тью за ху и таж махал в фильме джонс показан равнодушным происходящему и находящимся по всей видимости под воздействием наркотиков или алкоголя во время вступительной игры пианиста джуи скачин его речь запутанная плохо слышно выступление с группой показала насколько далеко он отошел от нее дополнительные материалы на дивидии доказывают что все присутствовавшие на концерте понимали что это последний концерт музыканта совместно с группой the rolling stones а пит таунсен из the who открыто говорит о том что по его мнению это вообще последнее выступление брайана джонса летом 1968 года джонс работал с марокканским ансамблем master musicians of joy алкака в 1971 году альбом брайан джонс презент the pipes of pain at joy алкака был посмертно выпущен по своему звучанию он близок к этнической музыки в 1989 году джаггер и ричард встречались с этим ансамблем и сыном лидера коллектива с которым работал джонс в результате для альбома steel wheels британских музыкантов был записан трек continental drift это событие запечатлено в фильме bbc rolling stones in no call позже выпущенный на vhs в июне 1969 года ник джаггер кит ричардс и чарли уотс навестили брайана джонса и сообщили ему что группа которую он создал продолжит работать без него около полуночи 3 июля 1969 года брайан джонс был обнаружен на дне бассейна в своем поместье в хардфилде прибывшие врачи констатировали смерть выводе экспертизы значится смерть по неосторожности также отмечается что сердце и печень погибшего были деформированы в результате злоупотребления алкоголем и наркотиками на смерть музыканта откликнулись многие музыканты и таунсенд опубликовал the times поэму а normal day for брайан а мэн-ку did every day джимми хендрикс во время выступления на американском телевидении посвятил ему песню джим моррисон из the doors опубликовал ул туэл эй вайл финкин у брэн джонс десист музыка становилась более зрелой и образовывалась больше пространства для многогранного таланта брайана стэш классовский брайан обладал сверх естественной способностью брать в руки любой инструмент и учиться играть на нем так что только он мог использовать его в записи он был первоклассным инструменталистом он действительно мог взять в руки инструмент поиграть с ним немного а потом он мог сыграть на нем что-то волнующее и интересное понимаете неважно был ли это специально настроены 12 струнная гитара или какой-то восточный инструмент ситар например или какой-то арабский духовой инструмент у него были все эти странные инструменты на которых он играл и придумывал как сделать их частью музыки стоунс музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok